друзья приветствую вас давайте поговорим о такой насущной штуки как капитализм что это такое почему он сейчас есть и когда он закончится так ну вот открыв открываем базовую базовый ресурс читаем капитализм экономическая система производства и распределения основана на частной собственности юридическом равенстве свободе предпринимательства главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала то есть получению прибыли есть масса теорий масса определений есть и маркс есть и другие организаторы но в наибольшей степени я думаю стоит остановиться на двух ключевых фигурах это вебер и шумпетер вебер именно соединил что называется воедино капиталистический дух и протестантскую религию то есть он как бы все это дело все воедино что протестанизм его трудовая этика именно выковали капитализм текущий и западные государства в том виде в котором мы их сейчас видим и шумпетер который ему также сказал что капитализм частная собственность рыночный механизм предпринимательства но ядро капиталистического развития созидательное разрушение носителями инновации является предприниматели которым помогает кредитование то есть предприниматели они постоянно обновляют мир развитие экономику и важнейший механизм как они это делают это кредитование собственно говоря вот давайте и поговорим сегодня о кредитовании к чему пришел западный мир на прошлой неделе с моей точки зрения 9 апреля было знаковое событие и это событие она фактически я так думаю перечеркивает ключевой рычаг или инструмент развития капитализма который называется кредитование а 9 апреля у нас фрс приняло ключевое решение о том что выделяется еще две целых три десятых триллиона долларов которые будут использованы для помощи малого и среднего бизнеса будет правительство сша выступать гарантом по кредитам малого и среднего бизнеса поручителям будет выкупать долги векселя и так далее и тому подобное то есть получается если вы предприниматель если вы участвуете великой западной конкурентной борьбе там грызетесь со всеми за место под солнцем то один из важнейших рычагов этого механизма является то что вы кредит берете платья с него процент этот кредит на вас давит потому что вам его надо отдавать и это гонит вас вперед делает вас злее хитрее быстрее и вы добиваетесь больших результатов и в общем то это как раз и есть тот главный секрет ключевой западного общества то есть это независимость судов выборность власти и наличие такого механизма который гонит людей между собой конкурировать и добиваться вершин да там есть свои изъяны там есть недостатки есть коррупция есть там перекус особенно если американское здравоохранение брать она просто чудовищно его вообще ни с чем нельзя сравнивать но тем не менее то есть эта система которая на данный момент она является наиболее работоспособной да она сейчас зашла немножко не туда на то были веские причины потому что всегда когда выбирают легкий путь не хотят решать накопившиеся проблемы то всегда как бы это приводит каким-то глобальным потрясением такого что вот это решение по сути своей означает как и все предыдущее смягчение кредитно-денежной политики она означает что вы можете не отдавать кредит то есть у вас зубы потачивают потому что вы теперь можете брать кредит и их не отдавать то есть ваша задача становится не бороться там если вы джон смит вы не должны там джека вес она согнать с его место на рынке и забрать его долю рынка вы должны просто убедить представителя американского правительства о том что вам нужны деньги и все сказочка кончилась никакой конкуренции никакого развития ничего нет по сути вот это действие она но и предыдущие тоже то есть там с 2008 года если мы посмотрим все это количество смягчения но по сути вилок такой логической развязки когда для дальнейшего финансирования можно было получить под меньшую процентную ставку то есть все время все время спускали вот этот хомут с одной стороны это способствовал развитию но есть и обратная сторона когда этот хомут спускают он должен давать отдачу как только падает отдача возникает при производства денежной массы ну либо реальной которую напечатали либо виртуальной хотя современном мире виртуальная денежная масса то есть поручительство кредиты покупка викселей они мало отличаются от реальной во всяком случае в западных странах это там не российская федерация где там мат капитал выбили еще не знает что с ним делать средняя семья с двумя детьми так а здесь это фактически те же деньги там приходишь договариваешься говоришь вот у меня новый бизнес проект но пошел дайте мне еще там пару миллионов вот все там бизнес-план там документы и без проблем выделяют тому окей будем поручителем и так далее то есть весь смысл борьбы он отваливается и вот эта ситуация которая возникла она в перспективе но если не краткосрочно то среднесрочками она может привести к тому что западное общество она насчет усиленно деградировать ну с моей субъективной точки зрения но что примечательное раньше была популярна там в конце 19 века начале 20 такая пирамида капитализма на самом деле это пирамида она не совсем корректно и потому что капитализм подразумевает господство буржуазии они вот этой вот феодальной верхушки вот ну и армия предполагается она занимает свою нишу которая находится под капиталистами ну и вот такая ситуация когда начали предоставлять кредиты их списывать там прощать и так далее она разумеется порождает дискуссию западном обществе потому что там это принято там ну как бы это основа что идет дискуссия который позволяет корректировать путь и приводить к правильному решению что даже там средний инвестор который допустим когда-то успешно проинвестировал акции facebook говорит что ну такая политика ребята она приведет к тому что появится зомби компании то есть которые влили деньги но они за счет того что нету конкуренции нет соревновательности они просто как зомби ходят ничего не производит ничего толком не делают а только поглощают и перерабатывают деньги а все мы прекрасно знаем что те деньги которые печатает государство это не деньги государства это деньги налогоплательщиков потому что фактически государство используя свое право выпускать фиат она таким образом фиат превращает те деньги которые платят налогоплательщики то есть граждане фактически через эмиссию идет размытие доходов по сути и снижение конкурентоспособности бизнеса и общества но и вот все что происходит даже с учетом такого сказочного кредитования привело к тому что в америке пошло расслоение общества то есть очень много очень богатых людей и очень много очень бедных людей такая же ситуации в российской федерации кстати по этому критерию индекс жени так называемая америка и россия они достаточно близки в отличие допустим а той же западные северные европы где вот это соотношение доходов или активов самой богатой части там 5 или 10 процентов по разному берется к 5 или 10 процентов самый бедный она не такой огромная то есть для америке вот эта пропасть между богатыми и бедными она очень сильно расширилась последние годы эта тенденция пошла а такие расширения они обычно происходит либо когда революция грядет либо когда наступает время каких-то великих потрясений ну либо как картинка что не так с америкой в одной картинке здесь написано на экране что лучший рост фондового рынка с 1938 года и ниже объявление о том что за последние три недели подано 16 миллионов заявлений о пособие по безработице но и вот по факту что мы сейчас получаем добро пожаловать великую депрессию но опять же вот смотрите здесь надо понимать что вообще все развитие она идет рывками от человек чтобы он допустим не начинал делать там ходить там я не знаю бизнес свой вести учиться в школе университете у него сегодня происходит какой-то рывок произошел рывок человек перешел на другой уровень дальше он приспособился наступает плата эта плата проходит потом какое-то следующее испытание появляется и он это испытание либо преодолевает идет на следующий уровень или он соответственно падает и терпит фиаско вот но нельзя все время находиться в некой такой вот скажем так плата или стабильность то есть время развитие она идет поступательно сначала рост потом некая стагнация потом провал то есть экономический цикл они происходят то же самое то есть ничего страшного скажем так с точки зрения диалектики развития общества экономики в великой депрессии нету потому что сначала первая стадия инфляции бум мы и наблюдали дальше инфляция и бум она приводит тому что все это приходит к никому замедлению ну плата это можно назвать можно назвать это консолидация когда все колеблется в каком-то диапазоне не роста особого не падение нету третья стадии это соответственно рецессии то есть спад поскольку сейчас набралось очень много перекосов и перепроизводств начиная там допустим от бытовой техники то есть на что были направлены усилия каждые полгода выпускать новый iphone вот скажите вот если вы не фанат iphone а там вы будете там через полгода покупать новый iphone у которого на одну камеру больше или там на 10 20 мегапикселей камера стало круче не знаю я вот например даже если эти деньги я могу их выбросить куда-то до их лучше потрачу на что-то с пользой нежели там буду каждые полгода бегать покупать iphone или каждые три года машину брать на свои деньги или в кредит смысла в этом не вижу никакого и поэтому такой вот скажем так плата она связана с тем что перестает развитие происходить то есть не осваиваются новые рынки не появляются новые прорывные технологии которые смогли бы двинуть человечество вперед далее но и с другой стороны нужно закрепление то есть произошел рост нужно закрепиться потом наступает рецессия когда в общем то заканчивается порох движения когда начинается перепроизводство там выпустили много айфонов много машин они никому не нужны или там много стиральных машинок выпустили как семь шестом году или там много проигрывателей патефонов как это было в конце двадцатых годов и соответственно эти перекосы они приводят тому что товары они не реализуются деньги за них не уплачиваются кредиты не возвращаются и все это приводит к раху фондовых рынков и потом обалу экономики то есть здесь вот то что мы сейчас наблюдаем это что было ранее это именно нестыковки самой экономики фондовый рынок он является отражением и он как правило с опережением показывает что происходит на самом деле в экономике но ключевой момент это не фьючерсы там не бумажная нефть и не там пластиковое золото в стаканчиках а это именно то что перекос в экономике произошел который неизбежно нужно как это кровопускание сделать и привести в соответствие спрос и предложений не более чем поэтому конечно здесь спад будет мы будем наблюдать но надо понимать это неотъемлемая часть вообще жизни и развития также как там детство юность молодость зрелости старения никуда от этого не деться здесь действуют силы которые они как бы они заложены в самой системе ее диалектики развития то как это должно происходить и поэтому максимум что мы можем сделать это быть к этому готовым и координировать свои действия таким способом чтобы извлечь для себя лично максимум выгоды ну или как минимум ничего не потерять но и вот еще немножко графиков по поводу того что происходит с американской финансовой системы то есть вот эти вот куе которые у нас были на протяжении этого количества времени последний так называемый 4 куе когда денежная масса она улетела в космос но как бы это не не то что вот она напечатана то есть это имеется ввиду то что произведено в виде различных обязательств выпупа векселей и облигации в виде предоставления поручительств и так далее то есть это по сути в западном мире это тоже деньги в нашем понимании это конечно же не деньги потому что не то что можно в кармашек положить или там дипломаты уйти с этим так но и вот как выглядит все вот эти куе один куе 2 куе 3 что мы имеем ну куе один это самый древний был он был видите самый такой аккуратненький самый такой трепетный потому что проверяли смотрели как вообще это будет работать ну и длился он всего 60 недель далее пошел куе 2 куе 3 и вот сейчас в итоге мы получили куе 4 когда буквально за неделю было выброшено гораздо больше чем до этого вообще было возможно к использованию и сейчас уже как бы строит планы что в течение там 20-30 недель будет выбрано более полутора триллионов долларов потрачено на то чтобы спасать экономику там начиная от погашения каких-то обязательств и поручить из до выдачи наличных денег чеков и так далее и тому подобное если мы посмотрим с вами месячный график снг американского индекса хотя на самом деле лучше это делать я думаю в начале мая это будет более результативно сейчас на что хотел обратить внимание несмотря на то что вот возникает такая разворотная формация вот эта текущая апрельская свеча на по сути что мы имеем мы имеем рост и в конце этого роста идет расширяющийся формации такие вещи они как правило подавляющем большинстве случаев заканчиваются очень резким движением вниз в данной ситуации можно предположить что это движение вниз она в лучшем случае будет вот сюда вот в район 1900 даже 1850 1950 или же в случае продолжения вот этой колебательной траектории движения и расширения коридора то может быть и возврат вот сюда вот на 1550 и ниже но здесь надо понимать что скорее всего мы наверно ближайшее время увидим какой-то отскок ну вот уже он в апреле начался может быть этот отскок и продолжится потому что определенные не за незакрытые цели на недельных и дневных таймфреймах они есть но по факту их закрытия скорее всего будет откат и движение сначала вот сюда вот на 2400 2430 и потом отсюда скорее всего разовьется пробой 2180 и движение первые цели это 1880 и потом отсюда скорее всего пойдет прям 1550 вот такое мое видение но более детально более точно мы с вами можем этот вопрос разобрать относительно траектории движения когда торгуется апрель то есть это если рассматривать стратегически с точки зрения как наиболее вероятно будет формироваться движение американского индекса то что касается локально движение там на день на два давайте мы к этому вопросу все-таки вернемся лучше утром хотя наверное завтра утром по американскому индексу там ничего будет непонятно но по крайней мере можно будет посмотреть по нефти и рассмотрите предположить как будет направлено движение российских активов все друзья спасибо за свидание